Здравствуйте! Это программа «Дайте жалобную книгу» и я Александр Кожухарь. Сегодня мы поговорим о том, кто в силах спасти погибающий урожай и почем нынче вода для дачников, а также выясним, в какую нехорошую ситуацию можно попасть во время совершения сделки с недвижимостью. Решение о смене места жительства для семьи из Террасполя обернулось бесконечными хождениями по разным инстанциям. Сперва проблем ничто не предвещало. Договор о приобретении квартиры был заключен в одном из столичных агентств по всем правилам. По версии покупателя, сложности возникли позже из-за непредсказуемых действий продавца квартиры. В итоге сделка так и не осуществилась, а несостоявшиеся владельцы трехкомнатной квартиры уже второй год пытаются, если и не отстоять свои права на недвижимость, то хотя бы вернуть за нее аванс. Дмитрий вспоминает, переехать с седьмого этажа на первый его мать-пенсионерка хотела уже давно. Когда решение наконец созрело, она попросила сына заняться этим квартирным вопросом. В поисках нового жилья Дмитрий обратился в агентство недвижимости. Там предложили несколько вариантов. Выбор семьи пал на трехкомнатную малогабаритную квартиру в Октябрьском микрорайоне. Один из агентов узнал, что у нас есть задаток, пообещал нам квартиру, все хорошую. Бегом, бегом, говорит, давай через где-то в часа два, ну это было утро, в часа два, вот подходи, мы составим, там придет хозяин. Набрал этого хозяина и потом мне перезвонил, сказал, что вот якобы давай еще там, еще раньше, не в два часа, потому что она уйдет друг к другому человеку эта квартира, бегом, бегом. 17 марта прошлого года в офисе агентства недвижимости между матерью Дмитрия и владельцем квартиры был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры. Серьезность намерений покупателей тогда же подтвердил переданный ими задаток в 5500 рублей ПМР. После подписания договора забрал все документы, в том числе мой экземпляр предварительного договора купли-продажи под предлогом подготовки документов для оформления процедуры купли-продажи жилого помещения. Однако, впоследствии отказался продавать мне квартиру, номер 113, расположенный в городе Тирасполь по улице Краснодонская, 36, дробь 5. То есть, в одностороннем порядке расторг заключенный с 17.03.14 года предварительный договор купли-продажи. При этом отказался возвратить не переданный ему задаток. Дмитрий признается, в момент происшествия он ненадолго отлучился из агентства недвижимости, а когда вернулся и узнал от растерянной матери о случившемся, пытался призвать риэлторов к ответу. Я вернулся в это агентство, начал требовать, дайте нам третий экземпляр договора. Он говорит, мы вас не знаем, ничего мы не составляли. Я говорю, ну дайте, вы же составили договор о соглашении задатки. И там еще человек пять находилось, молодые ребята, и все они тоже так говорят, нет, мы вас не знаем. И в тот же день у меня был такой стресс, я побежал как и в милицию, как и в ВБ. По словам владельца квартиры, все обвинения в мошенничестве в его адрес абсолютно беспочвены. Он считает, Дмитрий и его мать сами отказались покупать у него квартиру. А по условиям предварительного договора в случае отказа от сделки он не обязан возвращать уже переданный ему задаток. Эту же версию случившегося подтвердили в агентстве недвижимости, где и состоялось предварительное соглашение о продаже. Мы заключили договор предварительной купли-продажи, где было указано, что в качестве аванса он дает сумму денег. И также дополнительные условия, что в случае отказа покупателя покупать квартиру, аванс в качестве штрафной неустойки остается у продавца. После того, как мы заключили договор, он обратился к нам буквально через полчаса с целью расторгнуть договор. Начал объяснять, что его проконсультировали, что у него есть час на отмену своего решения. На что мы ему сказали, что когда договор подписан и аванс уже отдан продавцу, соответственно договор заключен и вступает в силу. 17 марта 2014-го, со слов директора агентства недвижимости, оригинал договора о купле-продаже был выдан как продавцу квартиры, так и ее покупателю. Тот факт, что владелец квартиры якобы обманным путем завладел вторым оригиналом такого соглашения, в агентстве подтвердить не могут. Ну, либо он его потерял, ну, либо не хочет предоставлять, потому что если он даже с ним обратится в суд, суд ему откажет. Вы можете выдать копию или еще вот это? У нас нет копии, там, то есть, ну, например, какой-то шаблон я могу выдать, но там нету росписи покупателей и продавцов. В суд он с этим тоже не сможет обратиться. Никаких нарушений в действиях своего сотрудника, оформлявшего сделку между Дмитрием и владельцем квартиры, руководство агентства также не усматривает. А какие могут быть претензии к нему? Квартира осмотрена. Квартира показана, квартира осмотрена. Никаких дефектов в ней не выявлено. Покупатель изъявил желание ее купить. Через полчаса он пришел, то есть, с квартирой ничего совершенно не случилось за это время. Ни цены не рухнули, ничего не случилось. Я считаю, что это не лишительность. И вот по его прошлым сделкам судя, он тоже хотел вернуть сделки обратно. То есть, расторгнуть два договора купли-продажи, которые уже зарегистрированы в Рекпалате. И обращался неоднократно в Рекпалату для расторжения договоров, где ему также было отказано. От него он к нам с этим приходил, просил юридической консультации, как ему расторгнуть эти сделки. Во всех инстанциях, куда обратился Дмитрий за защитой своих прав и его матери, никаких нарушений в действиях агентства недвижимости и продавца квартиры обнаружено не было. Это же подтвердили и выводы Следственного комитета. Рассмотрев жалобу гражданки Боковой, управление Следственного комитета города Террасполь пришло к выводу, что в действиях продавца и сотрудников фирмы Риэлт отсутствуют признаки уголовного деяния, а обращение заявителя не относится к деятельности Следственного комитета. И в соответствии со статьей 11 Гражданского когдиса Приднестровской Молдавской Республики подлежит рассмотрению суде в гражданско-правовом порядке. Однако первое же исковое заявление матери Дмитрия о принудительном взыскании с продавца квартиры денежных средств, переданных в качестве задатка за нее, в суде отклонили. Сославшись, по словам Дмитрия, на отсутствие оригинала договора о предварительной купле. Обращался с серьезными фактами и в милицию, и в прокуратуру, и в Следственный комитет. И везде мне отказывают, как рекомендуют, обращаться в суд. А в суде говорят, а суд не принимает, отказывает движение, потому что у меня нет оригинала. Специалисты подтверждают, создавшуюся ситуацию возможно разрешить в судебном порядке. И для этого похищенный, по словам Дмитрия, оригинал договора о купле-продаже квартиры вовсе не обязателен. Задаток является формой подтверждения обязательства о выполнении, которым составляется соответствующий договор. И договор по закону должен быть в простой письменной форме. Если стороны пришли к соглашению оформить задаток и зафиксировать его простой распиской, то расписка является простой письменной формой договора, и она судом учитывается как доказательство получения задаток. Если же суд по какой-то причине отказывает в рассмотрении дела, или же обратившийся не согласен с вынесенным ему решением, он вправе его обжаловать в Верховном суде Приднестровской Молдавской Республики. Столичные дачники ведут активную борьбу с засухой. В этом году сезон полива для 15 садово-огороднических товарищей так и не начался. Воду попросту перестали подавать. От палящего солнца земля покрывается трещинами, деревья гибнут, картофель сохнет. Кто в силах спасти погибающий урожай и почем нынче вода для дачников, узнавала наша съемочная группа. По словам дачников, поливной сезон обычно начинается в первых числах мая, а порой даже раньше. Но в этом году долгожданная вода на участки так и не поступила, говорят они. Урожай под угрозой сразу в 15 садово-огороднических товариществах, как терраспольских, так и бендерских. А это более трех тысяч участков. В этом году не то что нету, и еще не предвидится, никто не знает. Сейчас мы это все восстанавливаем своими силами. С нами еще договор не заключен. И с нами еще не заключен договор. Клубника уже пропала, картофель, огурцы, помидоры еще только под угрозой. Спасти урожай собственными силами невозможно, говорят дачники. Земля высохла настолько, что трещины появились даже в тени. Желающие хоть немного реанимировать почву приносят воду прямо в бутылках. Однако, чтобы полить весь участок, вот таких пятилитровок нужно хотя бы 200 штук. Нести удается максимум 4-5, говорят землепользователи. А это всего лишь капля, когда нужно целое море. В бутылках воду привожу и поливаю. Вот, посмотрите, нижние листья вообще подпадали, потому что воды нет. Какой может быть урожай, если воды нет? Какой урожай может быть? Это если только надеяться на дождик. Трубопровод, по которому ранее вода поступала на участки, принадлежит предприятию «Агростиль». Внутрихозяйственная система орошения охватывает огромную площадь земли. Полив начинается со Слободейского района, далее по схеме поля на окраине Террасполя, расположенной неподалеку от столичных дачников. Они подключены к нашей внутреннехозяйственной системе. То есть мимо нас они никак не смогут полить. Поэтому они вот зависят от нас. Мы как бы согласны им помочь и хотим помочь. Потому что знаем, что среди них очень много пенсионеров, потому что у них сейчас нелегко им. Все это время администрация предприятия шла навстречу кооперативам и позволяла пользоваться их внутрехозяйственной системой орошения. Однако недавно «Агростиль» стал банкротом. Полива в этом году нет. Именно по этой причине с началом сезона вода в трубопровод так и не поступила. После недолгих переговоров выход из ситуации найти все же удалось. В этом году полива у «Агростиль» нет. Поэтому мы просто будем обслуживать систему для этих сотов. Для сотов дачников города Террасполя, города Бендеры. Всего 70 копеек за кубометр воды. Согласно приказу Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, для садово-огороднических товариществ действует именно такой льготный тариф. Однако, несмотря на это, говорят дачники, вода для них окажется все же очень дорогой. Все дело в том, что в этом году все расходы по техобслуживанию и ремонту растительной системы лягут на плечи землепользователей. В этом году «Агростиль» не поливает. Только поэтому оплата за наш труд, за труд миллиардцев, бригады миллиардцев, ложится на их плечи. Только поэтому в этом году именно этим сотам, этим дачникам будет все чуть-чуть обремительно в этом плане. Примерно процентов, так это, на 15-20 по подаче воды. Это только по подаче воды. Но вот эти затраты, которые мы тратим сейчас на восстановление, это идет отдельной чертой. Это все идет на плечи налогоплательщиков, как говорят, на плечи наших доблестных рабочих пенсионеров. Воду пообещали дать, как только система орошения пройдет проверку на прочность. Однако это решит лишь малую часть проблемы. По словам дачников, ежегодно напор воды очень низкий. Больше половины участков поливаются только частично. Воду приходится набирать в емкость, расположенную ниже уровня земли, то есть создавать так называемые искусственные колодцы. Давления у нас никакое. Две атмосферы, самотеком идет вода. Мы можем получить за те, вот то, что они у нас деньги, вот эти с нас берут, мы можем получить достаточное количество воды. Люди у нас в основном, эти пенсионеры бедные, носят в руках, руками носят в ведрах, берут бочку, спускают в землю, достают, наклоняются, растаскивают по участкам. Как вы думаете, тяжело? А заплатив перед этим деньги, и сумму мы платим приличную, приличную сумму. В управлении мелиорации пояснили, вина в этом самих дачников. Дело в том, что подключение к внутрихозяйственной системе орошения произошло несанкционировано, еще в то время, когда трубопровод принадлежал колхозу имени Котовского. Врезка не соответствует техническим требованиям. Чтобы нормализовать давление воды, трубу необходимо поменять. Более того, оформить всю необходимую проектную документацию. Официально поливная система на территории данных кооперативов схематично нигде не зафиксирована. На картах специалисты отметили ее обычным простым карандашом. Не труба, а врезка. Официально нет разрешения, понимаете? Сегодня подняли давление, они попробовали 11 атмосфер. Это два раза запас, чем им требуется. Но вопрос не в этом. Из-за того, что они неправильно, вот это, не по тех условиям, эти будут давить, будут лететь трубы по трассе, а у них все не будут получать воду, потому что не обеспечивает то, что они сделали, не обеспечивает подачу воды в полном объеме нужного напора. Вот в чем вопрос. Торщина труб, которая к ним идет от врезки, три раза превышает трубу, с которой они берут воду, понимаете? Как можно создать давление? Все эти годы, отмечают специалисты, на недочеты они закрывали глаза и своевременно подавали воду. О том, что трубу необходимо узаконить, представителям садово-огороднических товариществ сообщалось неоднократно. Однако почти за 20 лет никаких действий со стороны кооперативов не последовало, только жалобы. Обеспечить одновременно такую большую площадь полива невозможно. Поэтому надо организовать по секторам этот полив. Для этого и нужна техническая документация. Проектировщики бы рассчитали на растительной сети наиболее оптимальную точку присоединения этих целей. И тогда, действительно, если бы это было выполнено, они могли на самых, как говорится, законных основаниях требовать выполнения, оказания услуг по поливу тех параметров, которые положены по нормам. Договор с Приднестровской растительной системой и предприятием «Агростиль» кооперативы еще не заключили. Обычно воду подают только после этой процедуры. Однако специалисты снова пошли навстречу. Уже в эти выходные дачники получили возможность полить свой урожай. Даже несмотря на то, что четыре садово-огороднических товарищества не рассчитались за воду, полученную в минувшем году. В будущем, отметили специалисты, к поливному сезону необходимо готовиться заранее. К примеру, к следующему лету оформлять документы и договоры нужно уже сегодня. На сегодня это все. Мы надеемся, что наша программа помогла тем, кто к нам обратился. Сейчас на ваших экранах вы видите электронный адрес нашей программы и телефон редакции. Если вы попадете в непростую ситуацию, столкнетесь с безразличием или откровенным нарушением ваших прав, не молчите, требуйте жалобную книгу. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok